Ну на особи Харинезуми с японского «Играющая с тканью ёж». Это стало названием группы японских мастеров, в которую входят женщины, увлекающиеся русской культурой. Необычное название связывает с простотой понимания и восприятия их деятельности. Ёжик сейчас очень популярный герой в Японии, например, в японских мультфильмах. Есть даже кафе в честь ёжика. Некоторые японцы держат его в качестве домашнего питомца. Наша группа решила назваться так, потому что это очень мило. Во Владивостоке они уже второй раз. В этом году решили показать, как создают в Японии мелкие вещи – аксессуары с использованием ткани от старого кимоно и пояса. Наши бабушки старые кимоно сохраняют. Они их когда-то покупали за большие деньги, так как материал шёлк дорогой. Но со временем кимоно становится неактуальным, как одежда, но материал остаётся ценным. Ткань используют для декоративных поделок, например, для изготовления таких брошей. Такое занятие очень распространено в Японии. Шёлк – он очень удобен для изготовления. Он мягкий, прочный, красивый. Из таких кимоно и поясов участники группы выбирают самые качественные и создают всё, что придёт на ум. От декоративных брошей для одежды до шпилек для волос. Данный мастер-класс вызвал интерес со стороны приморских любителей декора. Здесь находятся мастера практически со всех уголков Приморского края, от Владивостока до Пожарского района. Мастера каждый в своём направлении. Кто-то валяет войлок, кто-то делает куклы, летёт платки. Пытаются приобщиться к японскому декоративному прикладному творчеству. В ходе занятия, которое длилось несколько часов, у участников мастер-класса получилась своя полянка дружбы. Назвали её так сами ученики, ведь мероприятие также приурочено к годы Японии в России. Со стороны российских мастеров в страну восходящего солнца отправятся подарки в виде декоративного печенья, расписанного под кжель. Мастера набираются опыта, и этот опыт передают уже по наследству своим ученикам и людям, кто тоже занимается декоративно-прикладным творчеством на территории Приморского края. В планах группы – проведение мастер-класса по случаю Олимпийских игр 2020 года. По словам японских мастеров, через свои семинары, будь они домашние или зарубежные, они стараются рассказать о японской культуре и укрепить международную дружбу. И хотят, чтобы их деятельность помогла превратить Японию, с которой мы не знакомы, в Японию, в которую мы влюблены. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.